Я еще раз представлюсь, я из МВУ, из факультета иностранных языков и регионоведения. Моя работа немножко отличается от всех представленных, которые еще будут представлены, поскольку сфера моей деятельности, сфера моего интереса является лингвистика. Поэтому мне стала интересна деятельность такого вдающегося лингвиста, как Александр Афанасьевич Потебня. Так, Александр Афанасьевич Потебня – это выдающийся российский и украинский языковед и философ, литературовед, который жил и работал во второй половине XIX века. Он считается и первым теоретиком лингвистики, как в нашей стране, так и на Украине. Он являлся членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, профессором Харьковского университета. Сейчас его имя носит Институт языка знаний Национальной Академии Наук Украины. Сегодня нас поражает разнонаправленность его интересов, глобальность его мышления, позволившего объединить совершенно разные научные направления в единую систему. Александр Афанасьевич стоял у истоков современных подходов в исторической грамматике, диалектологии, фонетике. Он сыграл выдающуюся роль в развитии теории литературы, мифологии, фольклористике. И прежде всего, по темню интересовала история мышления в связи с развитием языка. Поэтому основным вопросом науки о языке для него был вопрос о мышлении в свете изучения различных языковых явлений. И важнейшим трудом является его книга «Мысль. Язык», которая посвящена данной проблеме. Этот труд, вышедший в 1862 году, принёс молодому, достаточно 27-летнему учёному признание и известность. И в этой книге автор даёт достаточно глубокий анализ проблем связи языка и мышления. Особое внимание привлекает тот язык, которым исследователь беседует с читателем, стремясь быть предельно ясным, доходчиво и образно излагать свои идеи. Читатель, чувствуя себя уважаемым собеседником автора, с интересом следит за развитием его творческой мысли. Текст далёк от того, чтобы быть сухим, наукообразным и скучным. В темне мыслит очень широко, легко пересекая водораздел между такими науками, как лингвистика, философия и литературоведение. Учёного интересовало то, что сегодня мы называем когнитивной функцией языка. Ключевая идея, изложенная в его труде «Мысль и язык», следующая. Язык — это не средство выражать уже готовую мысль, а создавать её. Он не отражение сложившегося мира созерцания, а слагающее его деятельность. То есть для потепней язык в первую очередь служит не средством выражения уже каких-то готовых идей, а средством открытия чего-то нового в языке, ранее неизвестного. Можно сказать, что его исследования лежат в основе такого современного направления, как когнитивная лингвистика. В этом труде большое внимание он отделяет эволюции человеческого мышления и рассматривает три способа мышления — это мифическое, поэтическое и прозаическое. Мифическое мышление, по темне, называет первым этапом развития человеческого мышления, и говорит, что на этом этапе человек ещё не отделяет образ предмета от самого предмета. Он говорит о том, что мифический способ мышления содержит в себе в нерасчленённом виде те знания, которые позже будут делиться на научные, религиозные и другие виды знаний. В статье «Психология поэтического и прозаического мышления», которые являются важной частью труда мысли-язык, по темне выделяет следующий более сложный тип мышления — поэзию и прозу. Автор указывает на главные условия поэтического мышления — это иносказательность, метафоричность. Поэтический образ всегда выражает в себе нечто большее, чем то, что в него непосредственно заложено. Поэтическое мышление основано на некоторой недосказанности, неполноте. В своём труде «Психология по темне» называет прозаическое мышление научным, хотя в то же время пишет о том, что не всегда мы можем отождествлять такие понятия, как проза и наука. Но учёный всё же позволяет отождествлять прозаическое мышление с научным на основе того простого сходства, которое он прослеживает в обеих формах мышления. Он указывает на то, что в прозе, как и в науке, слова подразумевают под собой понятия, которым мы можем дать конкретные определения. Этим проза и наука отличаются от поэзии, где слова заключают в себя чувственные образы. В процессе развития взаимоотношений между мышлением и языком по темне важное место отводил слово, поскольку именно слово служит средством преобразования образа, понятия. И он делает очень важное открытие в языке. Он открывает внутреннюю форму слова. И это оценивалось учёными как настоящий прорыв языкознаний. Термин «внутренняя форма слова» впервые он даёт в последней главе своей книги «Мысли язык», которая называется «Поэзия про зазлучение мысли». То есть единого определения внутренней формы в его книге нет. Внутренняя форма он называет как один из признаков предмета или явления, преобладающего над остальными, который лежит в основе наименования этого предмета. В «внутренней форме» он называет и ближайшую этимологическую форму слова. Потепня утверждает, что при возникновении каждое слово имеет внутреннюю форму, но в ходе исторических изменений в языке слово способно её утрачивать. С точки зрения учёного, способность слова терять связь со своей внутренней формой — это естественный закон развития языка. Стоит также отметить особый интерес Александра Афанасьевича Потепня к такому направлению, как поэтика. Он был одним из первых, кто изучал проблему поэтического языка в связи с мышлением. Потепня выделяет в поэтическом слове три главных элемента, то есть это внешняя форма, звуковой комплекс слова, значение и внутренняя форма, образ. Примечательно то, что в структуре художественного образа учёные выделяют те же три элемента, что и в слове. То есть это содержание образа, та идея, которая заложена в основу образа, это внутренняя форма, это сам образ, который указывает на это содержание, и внешняя форма, в которой образ воплощается, объективируется. И вот в своей работе он приводит такой очень яркий пример художественного образа «Женщины с мечом и весами в руках». И этот образ как раз-таки мы можем разложить на три элемента и станет вполне понятно, что подразумевает внутренняя форма, внешняя форма и содержание. То есть мраморная статуя — это как внешняя форма, в которой этот художественный образ объективируется. «Женщина с мечом и весами» — это внутренняя форма, то есть это сам образ, который указывает на какую-то идею. Ну а идея — это содержание этого образа, в данном случае это правосудие, то есть сам символ этого образа. Потемня делает шаг вперёд, по-новому взглянув на учение, на такое лингвистическое явление, как полисемия, которая существует с античных времён. Потемня говорит о том, что слово может развиваться только в речи, вне речи, то есть изолированное слово в принципе не может проявлять каких-то свойств. По его мнению, в речи слово каждый раз соответствует только одному акту мысли. То есть как он говорит, каждый раз слово как произносится или понимается имеет не более одного значения. То есть таким образом многозначность слова характерна для языка, но не для речи, при чьей ситуации многозначность невозможна. Ну и в заключении хотела бы сказать, что работы Александра Афанасьевича Потемни вдохновляют будущих лингвистов на то, чтобы свежим взглядом, выходя за пределы привычных критериев, смотреть на явления языка и увязывать их с явлениями, которые изучаются другими науками. И я считаю, что Потемню можно по праву считать выдающимся представителем, скажем, украинского народа, который внёс значительный и существенный вклад в развитие отечественной лингвистики. Спасибо большое. Спасибо. Так, у нас всегда вопросы для Александровны. Да, пожалуйста. У меня вопрос. Спасибо большое за ваш доклад. Вот мне показалось, что, может быть, есть некоторая параллель между тем делением, которое проводит Потемня, стадиями развития языка, если я правильно запомнил эту формулировку, мифологией... Да, стадии развития человеческого мышления. Человеческого мышления, да. Мне показалось, что это, видимо, связано с позитивистской концепцией. Вот у Агюста Конта было деление развития человеческого, в том числе и мышления, и общества на три стадии. Мифологическая, теологическая и научная. Позитивная, да, позитивная или научная, как он реализовал. Вот, может быть, здесь есть параллельно. Скорее всего, влияние Конта возможно здесь. Просто тогда вызывает интерес, да. Это вот замена у Потемни религиозной стадии на поэтическую. Вот, можете у вас здесь какой-то комментарий к этому образу, который идёт у меня в голове, Валя, на слушании вашего доклада. Очень сложный, на самом деле, вопрос. Ну, прямой связи между поэтикой и религией как таковой я не увидела в его работе. Просто он имел в виду, что он говорит, он не с поэтикой это связывает, он говорит о том, что вот мифический способ, да, мышление, то есть первоначальный, содержит в себе, то есть этот способ содержит в себе какие-то общие знания, да, которые уже позже будут делиться на какие-то определённые. Ну, не знаю, честно говоря. Можно я бы... Ну, не столько вопрос, сколько, да, какая параллельная. Бывает, можно я себе пытаюсь ответить. Я не помню, был это Конт или нет, но вроде у него же был текст, где он там поносил всяческую метафизику. И он говорил, что метафизики, они пытаются постигать мир примерно точно так же, как поэты, но делают, соответственно, неадекватный способ познания. И может, да, может быть, если этот был Конт, вроде это был, вот я не знаю, может, слушатели знают этот текст, то вполне разумно заменить здесь вот эту стадию на поэтическую, потому что, ну, сам Конт такой он вологии проводил. Что, религиозная, как будто она как поэтическая. Вот, а мне вопрос. Значит, про внутреннюю форму слова. Значит, то есть он считает, что внутренняя форма слова, она связана как-то с семантикой, по-современному говоря, и с этимологией одновременно. Вот, и вот вы сказали, что, ну, опять же, пересказывая по темню, что слово может терять вот эту свою этимологию. Ну, я так придумал в голове пример, скажем, слово «стыд», оно родственно на прославском уровне, это другая степень чередования, слово «стужа». То есть, соответственно, тут вот такая какая-то, не знаю, концептуальная метафора, что стыдно, это как будто ты замерз. То есть, хотя для нас стыдно, это скорее, когда нам жарко. То есть, можно ли считать вот такой пример, положим, вот этой потери условия своей внутренней формы, и, добавив вопроса, не получается ли, что он, если первым был, который он написал, что он открыл такое явление, как деятимологизация? На самом деле, ну, чтобы понять такое явление, как, можно, в принципе, привести различные примеры, да, различные причины утраты, чтобы было более понятно. Я их не приводила в своем докладе, но, например, такая историческая причина, да, изменения, просто, просто, как бы, смысловые изменения, да, семантические, например, вот тот же самый город и городить. То есть, сейчас мы, ну, какая связь между городом и городить, если исторически посмотреть, да, то есть эти слова, они между собой связаны напрямую, поскольку исторические города, они, то есть, огораживались, да, там, Чистаковым, чем, чем-то там, крепостной стеной, но просто с изменением, с изменением реалий жизненных, лексическое значение слова. Город утрачивает, да, вот этот вот признак, имеющий ограду, и, соответственно, вот, утрачиваются и семантические связи с словами, между двумя словами. Это вот так. Понятно. Ну, тогда еще вопрос, то есть, может быть, у меня в тексте это было бы значено. Значит, ну, что значит, ну, этимология слова, это вообще, ну, как бы, изначальная форма слова. Это происхождение, да. То есть, да, это, ну, древние греки, это же их слово, у них оно появилось еще. Они считали, что вот есть некая изначальная форма, а есть какие-то более поздние. Вот, но это что ли в некотором плане фикция? То есть, допустим, то же самое слово, там, стыд. Да, вот есть на крайнем слове стужа, но вот этот корень, вот этот, там, стыд, в проиндеевропейском, значил ли он то же самое, мы не знаем. То есть, он мог в наиболее глубоком уровне, нет, все значения, получается, мы не можем найти какую-то, ну, изначальную форму. Вот он как-то это понимал, или он считал, что действительно, вот, у каждого слова у него есть какая-то вот начальная форма, а вот есть поздние изменения и вот изменения. То есть, внутреннюю форму слова, почему я называл, внутреннюю форму слова, ближайшее значение темологическое, да, наиболее понятное, которое, вот, видно, в принципе, по слову, вот, тот же самый подснежник, да, то есть, внутренняя форма зафиксирована уже в его названии, подснегом. Собственно, вот, ближайшее темологическое. Одновременно это, как бы, и один из признаков предмета, который преобладает, там, над остальными, и, собственно, и закладывается в основу наименований. Ну, соответственно, он, видимо, предполагал, раз в умышлении, еще одним образом, он предполагал, что даже если носитель сам не осознает вот этой связи какой-то, то это как-то на него может влиять в умышлении, да, по-русски, по-русски, словом. Ясно, спасибо. Спасибо большое. Можно еще, я от себя вопрос задам, как представителю родственного факультета, так и работаю на кафедре зарубежного регионовидения. Вот, вот, вы назвали потепленным украинским ученым. А в какой школе все-таки он относится больше к восточноевропейской, то есть российской или к центральноевропейской? Можно так ставить вопрос? Ну, он занимался исследованием восточнославянских языков, поэтому я считаю, что его можно в равной степени, ну, конечно, родным его языком является украинский, да, по методу, по подходу, кому он больше. Или, может, вообще такой вопрос не надо ставить? Скажем, восточнославянское языковедение, скажем так. Ясно, спасибо, все. Спасибо. 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 Спасибо.